Сегодня мы в принципе проводим такие глобальные загальные сборы, общее собрание, именно в связи с тем, что фактически мы были созданы год назад и основателями и создателями этой ассоциации выступили именно судьи апелляционного детского хозяйственного суда. За этот год практически все суды первой и второй инстанции хозяйственной юрисдикции объединились и стали членами нашей ассоциации. Мы действительно за этот период времени достигли уже в значительной мере части тех целей и задач, которые были поставлены. Основная цель была и задача создания ассоциации. Это, безусловно, коммуникационная площадка для того, чтобы, во-первых, судьи нашей юрисдикции имели возможность общаться между собой, вырабатывать общую единую концепцию относительно судебной практики, относительно перспектив развития нашей юрисдикции. Кроме того, мы, безусловно, смогли совместными усилиями вырабатывать общие какие-то позиции и разрабатывать стратегию относительно администрирования судейской деятельности. Почему? Потому что очень много вопросов сейчас связаны с организацией работы судов. И, безусловно, за счет того, что у каждого суда есть возможность самостоятельно определять в какой-то мере свою политику, выступать с письмами. За счет того, что у нас появилась единая площадка, мы смогли вырабатывать полностью единую практику и единую стратегию в своих действиях. Само собрание будет состоять из двух глобальных частей. Первая часть – это в связи с тем, что я сказала, у нас охвачены практически на сегодняшний день все суды Украины. Поэтому у нас очень разрослась за год наша ассоциация. Мы хотим сегодня внести определенные изменения в наши уставные документы для того, чтобы в дальнейшем работать в абсолютно четком законодательном поле, правовом поле. И, соответственно, вторая часть будет состоять из обсуждения наиболее актуальных вопросов именно для работы как системы хозяйственных судов, так и, соответственно, всей судебной системы целиком. В связи с этим мы хотим во второй части будет присутствовать уже председатель высшего хозяйственного суда. Сегодня у нас присутствуют все председатели апелляционных судов, председатели первых инстанций и, безусловно, судьи-делегаты от всех судов Украины. Поэтому такое обсуждение будет крайне интересно. Мы будем вырабатывать сегодня общую какую-то концепцию и принимать решения относительно обращения в соответствующие органы государственной власти, в Верховную Раду с определенными обращениями касательно наиболее актуальных вопросов. Это и, соответственно, вознаграждение судейское, это и безопасность судей, это и давление, которое оказывается на сегодняшний день на судей, это и изменение распорядителей бюджетными средствами по первым инстанциям. То есть есть декларирование, открытость реестров, очень большой пласт вопросов, которые на сегодняшний день действительно волнуют судей и судебную систему не только хозяйственных судов, а, наверное, все-таки всей Украины будут обсуждаться сегодня и по результатам будут приняты решения, которые мы, безусловно, выложим полностью в открытый доступ. Эта юридическая особа самая способна решить те вопросы, которые не способны решить каждый суд окременно свои нагальные вопросы, но такая структура очень нужна, потому что благодаря своему представительству может помочь в решении всех вопросов, которые возникают у судей, господарских судей в Украине. Я думаю, что у ассоциаций есть общие проблемы для всех судей, это как бы и применение законодательства, это и, скажем так, принимаются новые кодексы, с которыми придется работать, которые придется обкатывать. Мы все прекрасно понимаем, что человек, который приходит в суд, должен получить, он хочет видеть перед собой грамотного и порядочного судья. Я думаю, что усилия ассоциации будут направлены именно в эту сторону, и мы все будем пытаться приложить усилия как член ассоциации. Продолжение следует...